Была аптека 36,6. Стал клуб с автоматами. Я туда лезу с палкой с одним глазом в аптеку, а мне кричат, бабушка, куда вы лезете, там игорный клуб у шеф, понимаете? Это вот, разве это не настораживает? Здесь вот постоянно ночами и днями компании кричат, шумят, люди не спят, вызывают милицию, то есть милиция в курсе. Так на плакате правда была написана? Нет, на плакате я не видела. Правильно, правильно, правильно. А что там было написано, что по адресу там квартира написана? Правильно. Да, я вам говорю, я была старшей до подъезда в этом доме. Вы снимали? А кто вам сказал его снять? Они наше управо пришли. Управо, да? У вас, правда, над квартирой висело? Да, над окнами. Над окнами? Да. У вас, наверное, спрашивали разрешение, можно повесить, да? Или они пришли просто, оп, развесили. Мы живем на седьмом этаже, я выходил, белье вешал, в одиннадцать часов ничего не было. Теперь муж пришел с рынка, я на кухонь к нему вошла, с кухни иду в комнату, смотрю, что-то все потемнело. Думаю, дай-ка, дай-ка поближе, как вот, что-то так, туча, что ли? Смотрю, буквы написаны, крупные цифры, цифры крупные. Я говорю, Миш, ты знаешь, что это такое-то? У нас что-то только? В одной комнате, в другой, открыли окно, посмотрели, в другой квартиру тоже, ну, так было метров десять. Ого! Вот, и метра три в ширину. Мы запрашивали все местные, вот, возможно, префектуры, то тогда не Митвель был, а другой, значит, я уж сейчас не помню, префектуру, управу, ну, наверное, все инстанции, чтобы обратили внимание. Значит, нам разобрали, что это такое. Нам сказали, хозяин квартиры, уезжая за границу, сдал эту квартиру, ну, может быть, в аренду, скажем, долгую. А организация, а организация держит здесь своего представителя. Этим представителем является женщина молодая. И вот эта женщина, к ней якобы ходят друзья. Вот так нам написали в официальном ответе. Это официальное письмо, бланк, забрал у меня Петровка 38. Клялись, что вернут, но не вернули. Но если надо, я найду там и копию, или черновик, найду эту всю переписку. Я не выбросила ее, хотя много лет уже не занимаюсь. Значит, как ходили туда, так и ходят. Девушки весьма сомнительные внешности, мужчины весьма тоже непрезентабельные. Вот. Тому хозяйку эту, который якобы, я ее никогда не видела. Когда однажды там от них была какой-то шум или протечка, жалоба, то мы со старшей по дому поднялись, нас не пустили. По-моему, только пустили или милицию, или кого-то, но меня не пустили. Вот. Вот это вот обстоит дело так. Значит, пришла Петровка 38, поскольку вот ответ за подписью и милиция, и еще там каких-то инстанций. Вот такой, то вроде как получается, что они там играют себе спокойно и играют. Милиция вся, и это самое, все тут в курсе. И вызывали, кого-то вызывали. Ой, кого-то вызывали. Приезжала, начала им ломать дверь. У них там, знаете что, подходят к двери, у них уже там, ну как его, они видят, кто подходит даже сюда. У них сделано как-то камень. Да, они никого не пускают. У них там, говорят, охранник сидит. На вашем доме сегодня утром плакат висел, как вам было написано, что в квартире живет пардель. Хотелось бы разобраться, это правда или просто люди очернили? Нет, ну это как бы общеизвестно. Ну, знаете, общеизвестно, может быть. Ну, кто-то, наверное, может быть, видел, как у женщины в руководстве день с мужчиной заходят. Я не знаю, что я вам могу сказать. Мне сказали, что на них жаловались участковым, что участковым приходил. Да, я только подержал, он предварится клиентам, прийти туда, по-моему, какой еще способ. Или награться на работу туда. Это, говорю, не помню. Единственный способ. А так, что же, уходят и уходят. А скажите, по крайней мере, в какое время туда и сюда ходят? Ночью? День, днем, ночью, пожалуйста. То есть вообще было с удочью? Да. А какие там, я не знаю, звуки, музыка доносятся ли они вообще вам не мешают? Жаловалась соседка, что давно очень жаловалась участковым, что над ней там что-то шум так. Ну, и сейчас вот звонили, что-то как-то никому не было. Да. Типа, новый я бегал, я не знаю.